Девушки отдыхают Я чувствуюсь один выступать на публике А когда плюс рядом, я чувствую плечо друга Но придется мне сегодня преодолеть это чувство страха Ведь уже пришла пора начинать Сегодня мне предстоит рассказать вам, ребята Как выполняется письменный прием вычитания двузначного числа Из двузначного круглого числа Как допустим в таком выражении 50 минус 24 Конечно, вы уже умеете выполнять такие вычисления в срочку Давайте вспомним этот способ решения Из пятидесяти вычитаем 24 Вспоминаем разрядный состав числа 24 24 это 20 и 4 Сначала из пятидесяти вычитаем 20 А потом из полученной разности вычитаем 4 50 минус 20 равно 30 И из тридцати вычитаем 4 Равно 26 Вспомнили? А теперь давайте выполним вычитание столбиком Конечно, для записи примера в столбик нам необходима разлиновка в клеточку Вы помните для чего? Конечно, чтобы запись не сбилась в сторону Необходимо единицы точно подписывать под единицами А десятки под десятками Пишем число 50 Под ним подписываем 24 Четверка под нулем Двойка под пятеркой Знак минус Черта Начинаем вычитание Конечно, вычитать начинаем с наименьшего разряда То есть с единиц Я надеюсь, никто из четырех Нуль не собирается вычитать А вот из нуля вычитать нельзя Значит, занимаем один десяток И, чтобы не забыть об этом Над десятками ставим напоминалочку Точку Один десяток это десять единиц Десять минус четыре равно шесть Записываем под единицами Вычитаем десятки Обратите внимание на точку Она нам подсказывает, что теперь у нас на один десяток Меньше Не пять, а четыре Из четырех десятков Вычитаем два десятка Получается два десятка Записываем двойку под десятками Читаем ответ Разность равна двадцати шести Ведь правда, так решать гораздо легче А сейчас я предлагаю вам решить два примера Вот такие Проверьте Вы так решали? Вы так решали? Про точку-напоминалочку не забыли? И ответы такие Молодцы! Но я сейчас предлагаю вам решить вот такой пример Ну как, попробуем? Снежинки вас не испугали? Давайте рассуждать Как всегда, вычитание начинаем с единиц Если в уменьшаемом было нуль единиц Значит, из разряда десятков необходимо было занять один десяток Ставим точку над разрядом десятков Итак, один десяток – это десять единиц При вычитании осталось две единицы Вспомнив состав числа десять Можно смело утверждать Что в вычитаемом в разряде единиц стояла цифра восемь Переходим к разряду десятков Из неизвестного числа вычли три И получилось пять Три и пять – это части числа восемь Можно предположить, что на месте звездочки должна стоять цифра восемь Но посмотрите! Наша точка напоминает о себе Она подсказывает, что здесь был еще один десяток Значит, на самом деле десятков было на один больше То есть девять Вот мы и решили этот математический ребус Ну, разве мы с вами не молодцы? Кажется, я все вам рассказал Самое важное не забыть, что сначала надо вычитать единицы Но так как в круглом числе 0 единиц Занимаем в разряде десятков один десяток И для памяти над разрядом десятков ставим точку Затем единицы вычитаем из десяти Результат записываем под единицами Один десяток забрали для вычитания единиц Поэтому десятки вычитаем не из того числа, которое написано в разряде десятков А из числа, которое меньше его на один Результат записываем под десятками Читаем ответ Ой, кажется, я справился и смог объяснить вам, ребята Тему Письменный прием вычитания двузначного числа из двузначного круглого числа А вы как думаете? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...